Добрый день, уважаемые телезрители и те зрители, которые смотрят ВКонтакте и те зрители, которые смотрят канал YouTube и прочие, и прочие, и прочие. Это дискуссионный клуб телевидения Казанского федерального университета, я ведущий заседания этого клуба, меня зовут Юрий Алаев, и сегодня мы собрались здесь для того, чтобы обсудить, может быть, на первый взгляд, несколько далекую от нас и в прямом и в переносном смысле слова проблему, а именно то, что называется протестами или протестами и беспорядками в Соединенных Штатах Америки. Некоторое время назад, вот в этой же студии, 1 ноября прошлого года, мы тоже затронули тему, которая казалась, ну вот, далека от реалий, и тем более от наших реалий. Мы обсуждали здесь фильм «Джокер», и тогда, после уже программы, некоторые у меня спрашивали, зачем вы вообще взяли эту тему, ну подумаешь, ну художественные высказывания, ну вот это вот что-то вот про них, это даже не про США. Но про США или не про США, я просто попрошу сейчас аппаратную, чтобы нам вывели небольшой фрагмент с той программы, ноябрьской, фрагмент с вводными по поводу того фильма и по поводу ситуации, которая складывалась после. Так вот, еще пару вводных по поводу фильма. Я не знаю, знаете вы, не знаете, что выход фильма в мировой прокат, и в частности в Соединенных Штатах, сопровождался довольно нетривиальными обстоятельствами. Ну, начнем с того, что в повышенную боевую готовность была приведена полиция Нью-Йорка, полиция Лос-Анджелеса. А командование вооруженных сил США распространило по подразделениям американской армии, а также военно-морского флота, специальные инструкции, в которых описывалось, как военнослужащие должны себя вести, если они будут присутствовать при эксцессах, возникающих во время или после трансляции, после показа, после демонстрации фильма «Джокер». И при этом фильм удостоился восьмиминутной овации, непрекращающейся восьмиминутной овации в финале Венецианского фестиваля этого года, получил главный приз «Золотого льва», получил массу восторженных рецензий. И возникает вопрос, как сопоставить вот эти вот два тренда? Настроение, оценка, отношение к фильму властей, в данном конкретном случае, да, Соединенных Штатов, реакция кинокритиков, реакция массовой кинозрителей, которые, как принято говорить, валом валят на этот фильм. Что это такое? Это фильм-бомба? Почему? О чем он вообще? Ну, вы видели, да, в том числе, наверное, видели, что зал был полон, другая была обстановка, как в таких случаях, когда говорят, другая была страна, а сейчас мы переживаем последствия коронакризиса, пандемии, и собрались здесь, можно сказать, в интимной обстановке, или лучше я выражусь, в семейной. И позвольте я представлю вам экспертов, которые любезно согласились участвовать в сегодняшней дискуссии по поводу той бомбы, которая все-таки взорвалась в США, и из-под лика, из-под маски Джокера появилось лицо черного мужчины, Джорджа Флойда, погибшего, одни говорят, вследствие жесткого задержания, другие говорят, после, об этом мы тоже поговорим. А сейчас эксперты. Итак, рядом со мной Эльдар Мансурыч Аблаев, доктор экономических наук, профессор Института управления экономики и финансов в КФУ. Спасибо, что пришли, вы всегда откликаетесь позитивно на наши просьбы, или на мои просьбы. Рядом Олег Вячеславович Бодров, кандидат исторических наук, доцент кафедры религионоведения и евразийских исследований Института международных отношений КФУ, и его коллега по Институту международных отношений Казанского федерального университета, Рустам Наримович Чанышев, тоже кандидат наук, старший преподатель кафедры международных отношений, мировой политики и дипломатии. И мой коллега Альберт Бигбов, журналист в качестве соведущего, если я вдруг заплутаюсь в теме, я думаю, что Альберт поможет мне вырулить, а вам понять, о чем вообще идет речь. И, коллеги, если не возражаете, давайте мы, может быть, немножко примитивизируем обсуждение, пройдем по вот этим событиям послойно. Но прежде чем мы к ним пойдем, я хочу все-таки, обратившись к тем, кто нас смотрит сейчас и слушает, сразу уточнить, сделать один акцент. Мы будем говорить, конечно, о том, что произошло и происходит по сей день, и, по-видимому, будет происходить в ближайшее время в Соединенных Штатах Америки. Но, пожалуйста, я очень прошу вас иметь в виду, что мы затеяли этот разговор не для того, чтобы, ну, что-то там вот перемыть косточки там с веточем демократии или что-то такое, предмет дискуссии, на самом деле, то, насколько те или иные события, явления, тренды проецируются с одной стороны на другую. И то, что сейчас нам кажется очень далеким, там, за океаном, за Атлантикой, может оказаться в какой-то момент, не дай бог, конечно, очень близким, очень легко быть спроецированным на нас, на Россию. Вот это я прошу иметь в виду, тех, кто смотрит и слушает, и будет оценивать высказывания экспертов и ход обсуждения. Илья Анастасович, давайте, наверное, с вас начнем. Насколько я знаю, вы довольно длительное время жили в США, работали там. С вашей точки зрения, вот, ну, понятно, что триггером или спусковым крючком, говоря по-русски, там, событие явилось вот эта вот смерть этого 44-летнего черного мужчины, Джорджа Флойда, которого убили, как говорят белые полицейские, ну, говорят те, кто выступает с протестами и так далее. На первый взгляд, очевидное, ну, расовое столкновение, да, черный против белых. Если смотреть по движению Black Lives Matter, получается, что черных по-прежнему в США, несмотря на ни на что, продолжают унижать, гнобить, дискриминировать, а зачастую просто физически убивать. Что вы можете сказать по этому поводу? Вот по поводу первого слоя, я его называю условно так расовым, слоем вот этого вот конфликта и развернувшись потом событий. Добрый день, уважаемые зрители, коллеги. Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что это не первый раз и не последний раз. Это регулярные всплески гражданского противостояния. Это никакая не революция, это никакая не гражданская война. Это регулярно повторяющееся гражданское противостояние на почве расизма. Но триггер здесь, конечно, коронавирус. Люди засиделись, заизолировались два месяца. И это дало дополнительную вот эту вот амплитуду колебаний, резко всплеск эмоций. И криминал тут же подскочил. И все это вандализм, мародерство, грабежи, все в одну кучу как бы произошло. Поэтому нам надо с вами холодной головой сделать аналитику. Мух отдельно, котлеты отдельно. Желательно, да. Начнем с того, что США это мировой котел. Это молодое государство, 244 года всего лишь. Это 4 июля, скоро они будут, день независимости отмечать, 1776 год. Это 244 года. Это очень молодое государство. Но весь мир съезжается в США. Население США на сегодня 330 миллионов человек. Каждый год увеличивается население на 3 миллиона человек. Только за последние 10 лет произошло увеличение населения почти на 10 миллионов. 3 миллиона это совокупный прирост, естественный или миграционный? Это миграционный прирост. Это страна мигрантов, мы должны это понимать. У них свое коренное население загнобили они еще давно, перестреляли. У них меньше 1% населения составляет своя индейская часть населения. По новейшим разработкам это наши родственники, татары, которые перешли с Алтая с Сибири восточной через Берингов пролив. Он был сухой. В 17 веке. И я вот читал, прежде чем сюда прийти, нашел интересное маленькое отступление. Дакота, племя Дакоты, Сиорс, говорит на татарском языке. То есть там базовые понятия болта, алма, все на сайте. Все это чрезвычайно любопытно. Давайте мы эту тему сделаем таким аппендиксом, а то мы так договоримся, что Татарстан должен сейчас выступить в защиту индейцев. Это в будущем. Это в будущем. Давайте отложим. не об этом. Так вот, 330 миллионов человек, это население США, которое постоянно увеличивается. Это большой мировой котел. Там, значит, они пишут по американской статистике, очень интересные цифры, 72% белых, они пишут, 14% черных, и остальные, значит, 5% в Китае, 5% все остальные. Это очень некорректные цифры. Я сразу, как экономист, могу сказать, это чистое вранье. Давайте признаемся. Потому что мне довелось жить и работать в США и в Нью-Йорке. Я был во многих городах, и Балтимор, и Чикаго, и Детройт, и Бостон, и Денвер, Колорадо, это середина штат, серединный штат, и Техас, Остин, и Сан-Антонио. Если вы пройдете по американским городам крупным, никаких 14% черных вы там не увидите. Вы увидите ситуацию 50 на 50. Каждый второй черный. Но между белыми и черными огромная прослойка цветных, как они называют? Колор. Колор это кто? Это метисы, мулаты, самба, это смесь между испанцами и черными. Креолы, это смесь между индийцами и черными. То есть, это огромная часть населения, цветных, которая сейчас в этой ситуации примкнула к черному движению. Потому что черные были триггерами вот этих беспорядков и 92-й году. Маленькое уточнение, если позволите. Вы хотите сказать, что официальные власти США создательно занижают статистику относительно численно черного населения? Совершенно верно. С какой целью? С целью показать преобладающие преимущества и большинство белых. А белые это кто? Это выходцы из Европы, первую очередь. Это немцы, голландцы, ирландцы, англичане, англосаксы. То есть эта политика намерена показывая преимущества и что их на самом деле очень много 72 процента. Реальная цифра 48, максимум 50 белых. Она подтверждается какими-то источниками вот кроме ваших субъективных впечатлений о пребывании в США? Ну, они не считают корректность их вычислений, хотя они очень бахвалят своей статистикой. Цветных они не считают. То есть я пытался найти вот... Нет, нет, я имею в виду другое. Вот вы, по вашим оценкам, черное население составляет 40, чуть ли не больше там процентов. Есть данные, что в штате Калифорния где-то в районе 10-го года родился мальчик, ну, условно выбрали мальчика, который оказался 50 плюс 1 процент цветного населения в США. 50 плюс 1 процент. А латиносы они не включают в разряд цветных? А латиносы входят. Ну, латиносы входят. Но в Калифорнии латинос, ну, нормально, это испаноязычный штат по существу. Но латиносы сильно разбавлены с черными, это мулаты, метисы, самбо, а я их еще называю, самбо, чекану и так далее. 50 плюс 1 10 лет назад это было. Это не черные, это все не белые, это разные вещи. Все не белые. Согласен, цифра правильно. Начиная с младенцев, но они подрастают, у них будут рождаться свои дети, и будет ситуация. Тенденция примерно понятна. То есть 50 на 50 получается. Таким образом, вот вы несколько раз, Илья Романцович, употребили известный такой термин, что Америка это котел, но не добавили определения. Отсоснователи говорили о плавильном котле и рассчитывали, что пройдет 100 там максимум 200 лет и этот котел переплавит. И мы забудем, да, кто тут, грек, перешел через веку. Да, да. Получается, что котел-то есть, а плавильности не выходит никак. Я так понимаю, у вас есть по этому поводу комментариев, да? Добрый день. Хотел поприветствовать коллег, поприветствовать зрителей. Хотел бы добавить, что этот концепт существует достаточно давно. Какой-какой? Концепт плавильного котла. Конечно, да. Со временем он перешел в так называемый концепт мультикультурности. И то, что мы наблюдаем на сегодняшний момент, ну, по оценкам теоретиков, допустим, социологов, теоретиков международных отношений, допустим, в последних работах Хантингтона и Фукуяма говорится о том, что происходит кризис идентичности. То есть упадок... Вы сейчас Фукуяму упомянули в связи с концом истории, что ли? В связи с последнего работа, которая называется идентичность. Потому что это у вас, потому что там немножко о другом было. Последняя работа Фукуяма идентично называется, а последняя работа значит покойного Хантингтона, она называется «Кто мы?» И она непосредственно говорит о проблемах американской идентичности, как ее нащупать. В тот момент, когда, значит, век масс и век традиционных глобальных проектов, такие как либерализм, коммунизм, социализм можно по-разному называть, приходит некий упадок, выходит на первое место идентичности и проблемы идентичности. Каждая идентичность требует для себя представительства, каждая идентичность требует для себя прав, каждая идентичность требует для себя уважения. Это не основной фактор, который, значит, характеризуется сегодняшний протест, но он имеет место быть. Поскольку он, если мы говорим о идентичности и о глобальном американском обществе, оно характеризуется чудовищной фрагментарностью. Чудовищное расслоение, чудовищная фрагментарность и, соответственно, мне кажется, что... Расслоение, вы имеете в виду какого свойства? имущественное, ментальное, социально-экономическое, культурное, то есть, целый пакет, грубо говоря. Поэтому тот плавильный кольцов, о котором мы говорили, он несколько немного сбавил жару, нужно прямо сказать. И концепция мультикультурности тоже приходит на самом деле в кризис. Все хотят быть приобщенными к чему? К одинаковым экономическим условиям. Вот о чем говорит либерализм. И в этом плане как бы идентичности просто хотят быть приобщенными к этому глобальному проекту, однако этого не происходит по ряду причин. То есть, и политические причины, и расовые причины, и много других причин, которые, я думаю, мы поговорим сегодня. Смотрите, вот выходит к вопросу о поисках идентичности и о самоидентификации. Это немножко разные вещи, ведь правда, да? Нет, они и торжественно, можно рассматривать. Почему? Здесь я такое жесткое не тут. Хотел утащить наших коллег о плавильном котле. Плавильный котел с одной стороны существует, но если мы пройдемся по Нью-Йорку, Вашингтону и Бостону, что мы увидим? Фрагментация существует мозаично. Китайцы отдельно, итальянцы отдельно, немцы, ирландцы отдельно, то есть, и афро-черные отдельно. Если вы в Гарлем приедете в Нью-Йорк, это выше Аптауна, белый на машине, его закидают камнями. Вот эта фрагментация, мозаичность общества, она сохраняется на протяжении всей истории. Еще один маленький момент по поводу социально-экономической поляризации. В одном полюсе суперолигархи, обратите внимание, семья Рокфеллеров, Ротшильдов, Оппенгеймеров, Барухов, списки Форбса не значатся. Нету их? Почему? Да потому что список Форбс по сравнению с ними это детский сад. Там Безос 118 миллиардов долларов, это первый, номер один. Это номер один, это по сравнению с Ротшильдами и Рокфеллерами это детский сад, потому что там триллионеры, там триллионные обороты, это огромный полюс огромного богатства. Но в другом полюсе мы видим 45% населения США живет по талонам. около 30 миллионов получает. это 145 миллионов человек живет по талонам из 330 миллионов. Поэтому эти вот кто взорвался, кто грабил и ходили по магазинам, вот эти ребята, которые по талонам живут, они выскочили на улице грабить. Грабит Мансович, тут есть одно маленькое уточнение, да, вот что значит СССР, наследие СССР и России, мы при слове талона у нас начинают, ну у кого они есть, начинают волосы на голове шевелиться. О, талоны, это ужасно, это ужасно. Синоним нищеты. Да, это синоним нищеты, это синоним, да, уже, да, но все же США это ведь далеко так не так, насколько я понимаю, воспринимается. Ну да, вот по вашим данным 145 миллионов, это почти половина, это 40% населения, да, используют, да, используют эти талоны. Что это за талоны? Это талоны, которые позволяют по, ну, как вы нас сказали бы в нашей теминологии, по социально приемлемым ценам получать достаточно большой набор товаров, за исключением табака, спиртного, если я правильно помню, расклад, и еще каких-то там товаров, и получают также доступ к фармации, да, ну, какие-то лекарства, вот это отдельные программы, да, это немножко, да, немножко попозже. Я просто к чему об этом говорю, то что, но... Нормальный источник доходов это талоны. Это как раз программа, нацеленная на то, чтобы снизить уровень социальной напряженности и в каком-то смысле чуть-чуть подтянуть низы с точки зрения прожиточного минимума. Я не вижу здесь ничего постыдного, в общем, по большому счету. У вас было какое-то дополнение? Я хотел дополнить в конце к себе идентичности, и вот старший коллега как раз правильно сказал, что огромная фрагментированность американского общества, она присутствует, и я хочу подчеркнуть, что в этом нет ничего плохого в той мере, в какой вот эти фрагменты интегрируют, в принципе, довольствуясь тем, насколько они интегрированы в социально-экономическое поле. Но именно с черным населением всегда возникали на протяжении американской истории проблемы. Я напомню, что когда ирландцы становились частью этого плавильного котла в свое время, их называли пьяными, свиньями, к ним относились очень жестко в свое время. Вспомните, что происходило с представителями азиатского населения, как дискриминировали. Об этом можно говорить на протяжении 20 века, что происходило очень много. Но почему-то вот сейчас, на сегодняшний момент, с точки зрения бедности, с точки зрения вовлечения в преступности, связанной с именно, имеющей насильственный характер, именно мы видим, что чернокожие забирают пальмы бедомства. Но здесь еще один есть момент, о котором никто не говорит. На самом деле, значительную часть преступности, ну, если мы рассчитываем, допустим, на 100 тысяч, на 1 миллион человек согласно одной расовой группе, все-таки есть проблема с как раз Native Americans, о которых коллега говорил, но об этом не актуально говорить. Напомню, что их число сократилось с 2,5 миллионов в начале 19 века до 250 тысяч в конце 19 века. И на самом деле, им-то и нужно идти на Вашингтон и вот этого Эндрю Джексона обвязывать, эскизы, эскидывать, да? А это делают совсем другие товарищи. И как раз о вот этом компоненте, то, что они тоже вовлечены огромно в социальные проблемы, в проблемы преступности, никто не говорит. Почему? Потому что это не является трендом. Руслан Ильич, почему? Вот самый простой вопрос. А я попробую обобщить эту часть нашего, как говорят, с обменом мнениями. Констатировано, почти половина населения на самом деле черные, а если брать в совокупности не белых, то белых уже менее 50% населения США. Значит, мы имели 10-15 лет, ну там, с небольшими перерывами, нахождение у власти представителей Демократической партии США, традиционно пекущихся о заботах меньшинств, по крайней мере, декларирующих эту заботу, но и реально принимающих каких-то программ. 8 лет у власти в США был первый афроамериканец, первый черный, возглавивший это государство. Барак Обама, чрезвычайно популярный, опять же, у меньшинств, и понятным образом в первую очередь у черных, принимались масса программ, законов. Мы забыли о законе о расовой сегрегации, мы отправили в прошлое, упомянули, кстати, основное, о том, как называли ирландцев, но в той же волне первой, третьей, двадцатого века очень хорошо называли польско-жидовской еще, да, вот этот вот слой, их там гнобили вовсю, ограничивали въезд итальянцам, потому что считалось это вот рассадник криминальных строков, да, 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 то есть эти ребята, которые чисто белые, васпы, они огораживались как могли на протяжении там и 19 века, и 20 века, эти запрещали, этим запрещали, но сейчас-то ситуация такова, что, насколько я понимаю, и несколько гласят об этом официальное заявление, ну, времен тех же, там, того же Обамы, США стремительно двигались вот в этом направлении, да, что все больше учет интересов меньшинств, все больше им, как говорится, преференции, послабления, какой-то профессор в калифорнийском, в одном из калифорнийских университетов, это буквально двухнедельный, вы, скорее всего, знаете об этом давности, отказался делать поблажки для своих черных студентов, сказал, пусть все одинаково сдают экзамен, но по одинаковым билетам, 20 тысяч собрали петицию против этого профессора, его отстранили от занятий, ну, слава Богу, говорят на три недели только, так, чтобы он остыл и подумал, что все-таки если это черные ребята, то ты не должен им совать такие же билеты, как белым, ты должен им поставить зачет и до свидания, вам, как преподавателям, это, конечно, близко и знакомо, так, я повторю вопрос, в чем фокус, в чем идея, ну, все, мы бы устранили, все, нет уже, это онли, там, вот этих вот табличек, всех, мы напринимали кучу всяких, Олег Вячеславович, и тем не менее, черный, при каждом, не хочу этого термина использовать, ну, другого слова не подберу, при каждом удобном случае, точнее, при каждом трагичном случае, да, и правильнее, политкорректнее, но, тем не менее, вот, и они тут же, вот, вся эта масса вспенивается, и, и никогда не заканчивается, так называемыми, мирными протестами, это обязательно сопровождается уголовным элементом, обязательно, в чем, в чем, что, что это за загадка такая? Юрий Прокопьевич, здесь вот, если взять, я как историк могу говорить, что вот, за последние сто лет, ну, события такого масштаба происходят регулярно, ну, да, есть внешний фактор, который на них влияет, это Первая мировая война, Вторая мировая война, это 60-е годы, общий подъем, такого, вот, общественного, расового движения, и так далее, 80-е годы регономика, слом, значит, системы социальной поддержки, переход на рельсы неоконсерватизма, и так далее. Малькую точение, регономика, немножечко пошла в контрапункт, да, предыдущий политик? Конечно, регономика, она стала ломать государство благоденствия, которое создавалось президентом Кеннеди Джонсоном, и от которого не мог отказаться даже Никсон. Это тромпономика и регономика рядом, как по-вашему? В одном тренде? Нет, 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 это разные совершенные вещи. Рональд Рейган работал на страну, у него был свой очень мощный курс, снижение налогов, это был курс, направленный на концентрацию внутри своей страны. Вы про Рейгана сейчас? Про Рейгана. А про Трампа? А у Трампа несколько иное. Как? Мощная налоговая реформа, снижение налогов, перенос производства на территории США, из других государств, в чем разница? Трамп борется с Левиафаном, и является в этой борьбе явно не победителем. У Рейгана и Левиафана такого не было. Потому что только лишь в 70-е годы, в связи с мировым кризисом, механизм в Соединенных Штатах, механизм элит финансовых, олигархический групп, он только начинал вырабатываться. И из промышленности капитал переходил в сферу финансов. У Рейгана не было оппонентов. Рейган был действительно народным президентом. Он бы мог избираться еще на сроки, если бы были возможности. И поэтому он ничего не преодолевал. То, что он говорил, это было реально. Очень интересно. И за ним шли финансовые, промышленные, иные группы. Они сделали на него ставку. Он был известный актер, он был губернатором штата Калифорнии. И прекрасно рассказывал русские анекдоты. И прекрасно в своем. Раньше отдыхал по выходным. И работал у него до пяти вечера. Он уезжал и все. Позвольте мне продолжить, коллега. Пожалуйста. Мы здесь, как никогда, в унисон друг друга дополняем. Вы знаете, американцы горделись Республиканской демократической партии. Говорили, что это два стабилизатора. Конечно. И вот эти два стабилизатора в этой ситуации сыграли плохую шутку. Почему? В какой? Вот в сегодняшней ситуации? В нынешней ситуации. Почему? Потому что закон капитализма никто не отменял. Это закон концентрации капитала в одних руках. И этот закон действует очень мощно. И за последние сорок лет что произошло? За республиканцами выстроились это реальный сектор экономики, это военно-промышленный комплекс, это строительство, которое представляет Трамп, кстати. Это индустрия вся, сервис, телекоммуникации и так далее. За демократами выстроились финансовые глобалисты. Это банковская мощнейшая финансово-оллигархическая группировка. И вот они сейчас начали бодаться на полном серьезе. То есть рубка идет очень серьезно. И к беде Трампа все средства массовой информации в руках. Не все, а большинство, более 80% CNN, New York Times – это демократы. И обратите внимание, а где вот эти все нехорошие события-то и происходят? Там, где у власти губернаторы и мэры – это демократы. То есть там, вплоть до того, что крайний случай – Сиэтл, где анархистам дали возможность, это сделано специально. Центр города. Антифа захватили центр административной здания, создали анархическую республику. И сейчас уже как бы они говорят, давайте, ребята, дружить мирно, не будем воевать, потому что белые, они вооружены. Еще один фактор, триггер – это бзик американцев на оружие. Они обожают оружие. Они покупают их свободно. Сейчас очередь, 40% выросли по продаже оружия за последний месяц только. Поэтому американцы очень сильно вооружены. У них и пулеметы, и автоматы, и Калашников очень популярен. Потому что я работал в Рособоронэксперте 5 лет. Я знаю, что каждый год американцы у нас покупали 10 миллиардов штук патронов для Калашникова. Калашникова каждый год. То есть самый большой покупатель Калашникова, автоматы и патронов – это американцы. Не Ближний Восток, не Африка, а они. И 14-й год, естественно, Крым, Украина – все это пока стендбай, как говорят американцы. Все-таки я вернусь к обобщающему вопросу. Почему, несмотря на то, что численность черного и в принципе небелого населения уже 45 или даже больше 50, если в целом небелого, несмотря на то, что администрации США, сменяющие друг друга последние 20, если не 25 лет, последовательно предпринимали очень большие усилия для того, чтобы учесть интересы меньшинств. И в первую очередь черных. Для того, чтобы создать им какие-то условия для развития, для продвижения по социальной лестнице и так далее, и так далее, и так далее. Там и здравоохранение, Обама-Кея, все понятно, да? Почему, несмотря на все на это, мы пришли, они, слава богу, пока не мы, они пришли вот к такой взрывной ситуации. И взрыв состоялся. Вот если коротко. Очень коротко я скажу. От всех троих я хочу. Позвольте сказать, вы знаете, когда вы живете в США, на первом месте вроде бы толерантность, улыбки взаимные, excuse me, excuse me, то есть дистанция полтора метра, у них это было всегда. Но расизм у них загнан глубоко в глубине. В гены? Внутри. У каждого вот этот напряг, он осуществляется постоянно. И он взрывается, когда вот убивают очередного негра, грубо говоря, кстати, негр это оскорбление, нельзя так говорить. На букву N на территории, слово на букву N, произнесенное на территории США. Это расизм, да. Это все. Надо говорить, афроамериканы, black, да. Так вот, во время вот таких вот коллапсов вся вот эта вот российская внутренняя напряженность, она вырывается, как вулкан. Маленький пример. Да, да. Значит, у меня был мой куратор-профессор, когда я работал в США, Маша Банай, у него дом в Нью-Джерси. Это 15 минут от Манхэттена, вот как в Казанку переехать. Это профессор из Римского университета? Маша Банай, нет, он Нью-Йоркский университет. Я стажировался в Нью-Йоркском. Маша Банай, он из Израиля, да, он израильский еврей, но он очень хорошо оптимизировался, там он был профессором, он мне курировал. Ну, там много сейчас таких. Он пригласил меня в гости. Мы поехали к нему домой в Нью-Джерси, это маленький коттедж, и я посмотрел, у него одна стена, ну, мы же соседи всегда, на дачах мы живем, как бы друг друга видим, у него одна стена закрыта резиновым занавесом была, 4 метра высотой, представляете? Я говорю, в чем дело, Маша, объясни. Он молчит. Я говорю, ладно, я пошел сам посмотреть за занавес, посмотрел, там черный ходит. Потом он мне признался, когда мы выпили. Что-то вот это 4-х метровой высоты, стены мне напоминают. Да, мы как-то все больше у нас аллюзий возникает, да, с другой стороны. Я говорю, Маша, объясни мне, в чем дело. Я увидел, что там черный ходит. Сосед у него черный. Он мне говорит, если... Я, во-первых, его не хочу видеть, первая причина. What was the reason? Причина первая, я не хочу увидеть. Вторая причина. Если я начинаю продавать свой дом, если у меня будет известно, что сосед черный, мой дом будет дешевле в 2-3 раза. То есть, только потому, что у него сосед черный. Поэтому расизм там, он идет как бы всю социальную жизнь, он сопровождает. И любая ситуация, магазины, питание, потому что магазины там разного уровня. Одежда, магазины конвей, магазины для нищих. Там стоят чаны с кроссовками, чаны с майками. Вот эти вот нищие, кто по талонам живет, они покупаются там. То есть, они покупают джинсы, кроссовки, майки круглый год. Это их одежда американская. Они простые. Окей. То есть, вы хотите сказать, сейчас, одну минуточку, вы хотите сказать, в первом приближении, я так понимаю, что что бы они там ни делали, не идут дела, потому что расизм, ну, вы так политкорректно сказали, глубоко сидит. Я сказал, грубее в генах, сделал предположение, да. И мы сейчас говорим о белом расизме. Правда? Который мы скоро увидим. Как минимум, существует все-таки, давайте называть вещи своими именами, и черный расизм, или нет? Есть. Есть. У них есть организация «Черные пантеры». Ну, это «Черные пантеры» это времена Кинга, это времена Кинга, но оно так. И, кстати, Анжел Дэвис, который мы упоминали до выхода в эфир, она ведь была активным членом «Черных пантер». Руслан Наринович, вы делали вот так пальцем? Меня предостерегали? Или хотели что-то сказать? Я хотел попытаться дать ответ на ваш вопрос. Ну, во-первых, по поводу оружия, я полностью согласен. На 100 человек 80 владеют оружием, это не одна единица, и даже не две единицы. Ну, да, да, арсеналы. Штаты в различной степени регулируют владение оружием. Дальше. Нужно понимать, что взгляд на вот эту проблему, которую мы сегодня обсуждаем, у республиканцев и у демократов диаметрально противоположны. Примерно он более-менее выработался во второй половине 20 века. И, на самом деле, это два очень простых концепта. Первый концепт – это концепт республиканизма, то есть гражданского общества, где, соответственно, наибольшее количество людей приобщены к тем свободам и к тем правовым аспектам данного общества, которые существуют. И второй концепт – демократический. Он предполагает, что необходима социальная инженерия для того, чтобы приобщать наибольшее количество людей к социально-политической деятельности. Нужно здесь упомянуть, конечно, о позитивной дискриминации. Это концепция, которая при Джонни Кеннезе начала разрабатываться, и фактически она существует в той или иной степени до сих пор. Консерваторы работали с консервативным дискурсом, с концепцией республиканства, и консерваторы стали респектабельными именно при Эзенхауре. Та элита, о которой Олег Вячеслав... Позитивная дискриминация, извините, пожалуйста, что перебиваю, просто на всякий случай, не все еще свыклись с такими терминами, как позитивная дискриминация и отрицательный рост. Мы про свою экономику говорим, что она перешла в стадию отрицательного роста. У некоторых старых профессоров, экономистов потихонечку это все вот так вот закипает головы. Позитивная дискриминация это означает, по-русски говоря, без обиняков, создание преимуществ, привилегий для тех слоев, тех социальных групп, которые были дискриминированы реально. И естественно, мы его опять возвращаем к тому вопросу. Постой, по-русски на социальные инженеры, инженерия такого масштаба была применена именно к чернокожему населению, а к остальным, например, к азиатам и к другим группам не применена. Почему именно после принятия вот этих мер черные остаются в том плачевном состоянии, которое у них существует? А они точно остаются в плачевном состоянии, потому что вопрос был мной озвучен немножко по-другому. Почему, несмотря на все усилия эти вспышки, давайте я перед вы отвечаете, вы отвечаете так, потому что черные остаются по-прежнему в плачевном состоянии. Правильно? Я переводя в ту повестку, о которой мы сейчас говорим, давайте переведем по поводу правонарушений, по поводу убийства. Значит, наибольшее количество людей, согласно статистическим данным, которые приводит Вашингтон-Пост или, допустим, статистик ФБР, умирает, который умирает в Америке, на среднем по стране, это белые. Если мы берем количество правонарушений... Извините, уточнение. То есть, наибольшее количество жертв полицейского насилия, вопреки довольно распространенному мнению, составляют не черные. В среднем по стране. В среднем по стране. А белые. А белые. Дальше мы смотрим статистику. Я сейчас все поясню. Дальше идет другая статистика. На 1 миллион человек. И тут, естественно, больше чернокожего населения. И дальше мы смотрим на другую статистику. Статистика относительно того, кто в большей степени совершает правонарушения. Кто больше... Именно связанное с насилием. И кто во время совершения, во время ареста противостоит и оказывает наибольшее сопротивление. И здесь вперед, конечно, выходит чернокожее население. И опять никто не говорит о Native Americans. Потому что Native Americans или индейцы, как они говорят, они тоже очень в этом плане нестабильны. И в конечном итоге, какую статистику мы имеем? Мы имеем такую статистику, что больше преступлений совершают, к сожалению, чернокожие. Получают на это ответ, к сожалению, чернокожие. Но согласно статистике ФБР за 2018 год, на 100 тысяч человек по разным расовым группам и большее количество убитых оказывается белыми. Оказывается, оказывается белыми. И тут еще есть очень важный момент, что оказывается, что при осуществлении ареста в первую очередь благожелательное отношение встречает именно черный. Почему их убивают, простите меня? Потому что по шкале и по статистике те, кто сопротивляется, бежит. И это не всегда веское основание. Хочу, чтобы все понимали. Если человек от вас убегает, это не всегда веское основание. Мы, надеюсь, будем конкретные события обсуждать, которые были как раз 13 июня, 25 мая, но, к сожалению, так происходит. И убийство чернокожего населения за последние 6 лет правоохранительными органами, и это зафиксировано в отчетах ФБР, снижается. И снижается заметно, и снижается поэтапно. Это просто статистические данные, которым можно верить или не верить. Я просто привожу для этой связи. Маленькое уточнение. Законы США очень интересные. Вот с одной стороны, законы США защищают интересы черных. И никакой расовой дискриминации номинально нет. Если черный побил белого на улице, это хулиганство расценивается. Если белый побил черного, это расизм. Это уже политика. То есть там... А там что, статья о специальном уголовном кодексе, которая называется расизм? Таких нет названий, но там очень много моментов. Судить-то его будут по какой статье? Хулиганство? Черного, да. А если белый побил черного, это будет расизм. По какой статье уголовного кодекса его будут судить? Разве не по хулиганке? Нет. А какая? Там есть статья о расизм. А вот я об этом и спрашиваю. То есть есть специальная статья? Это уже политическая статья. Это политическая статья. А черного будут судить за хулиганство? Это криминал-уголовщина обычная. То есть видите, то есть идет разграничение. Поэтому скрытый расизм, он присутствует везде. В США. Позитивная дискриминация? Можно сказать позитивная, можно сказать негативная. Давайте напомним, вспомним, что после Второй мировой войны, в 50-е годы, в автобусах были таблички только для черных. Последние пять рядов автобуса только для черных. Но тем не менее, таких волнений не было. Не было. В чем причина? Расизм зашкаливал в 50-е, 60-е годы. А было относительно спокойно? Америка вышла. Если не считать марши на Америку, америка... Масштабы, как сейчас. Сказочно обогатились они после Второй мировой войны. Все... Мы платили золото за Алиэнгрис. Плюс эффект социальных сетей. Прошу прощения, что перебил. Плюс эффект гражданской вовлеченности. Вот это большое медийное поле. Я хочу заметить, что после того, как протесты... После того, как произошли события в Миннесоте, в Миннеаполисе, после того, как они получили распространение в медиа, и зачастую, не всегда, посредством ЦС массовой информации, огромное количество граждан возмущено. Если вы посмотрите... А оказалось вы смущено. Если вы посмотрите этот ролик на Ютьюбе, где убивают Флойда, Джорджа Флойда, а это не очень приятный ролик, его не очень приятно смотреть. Мне пришлось несколько раз его посмотреть. Вы посмотрите, что его сняли те люди, которые... Простые люди. Простые люди, различные расовые принадлежности. И, кстати, сами полицейские тоже были различные расовые принадлежности. И то, как они снимают этот ролик... Два из четырех, были не белые. То, что они говорят, что есть лютопробуждение гражданского сознания, безусловно. И посредством вот этих масс-медиа, и посредством вот этих социальных сетей распространяется эта информация. Дальше. Десятого... 13 июня, по-моему, был убит Брукс в Атланте. Тоже массовые акции неповиновения, и фактически расформировка полиции в Атланте. То же самое. По всему миру люди наблюдают, каким образом осуществляют арест американские полицейские. Слушайте, а можно я добавлю? В промежутке между убийством Флойда и убийством Брукса, да, от этого подростка... Брукс, не подросток. Они все... Да, он там ждал родителей афроамериканских. Был убит черный офицер полиции, который, я не помню сейчас его фамилию, может быть, вы назовете его. Его публиковал Трамп в Инстаграме своем. Да, который защищал в собственном квартале порядок. Никаких Black Lives Matter по этому поводу не высказалось. Погиб черный. Погиб офицер полиции, защищавший порядок, защищавший своих сограждан, в том числе и черных. Как это можно объяснить? Ну, потому что он не является субъектом дискурса, понимаете? Он является просто побочным эффектом. Из Флойда, из Брукса сделали, я не говорю, что это плюс-минус, сделали определенных медийных таких. А он не вписал. Если вы посмотрите, как задерживали Флойда, как задерживали Брукса, это, конечно, местами чудовищно вообще, это нужно понимать. И вот в той ситуации, когда, грубо говоря, преступник вырывается из твоих рук, ты в какие-то секунды должен решать, а что делать? А схватить вы не схватить, а примите к нему силу. Это понятно, да. Дальше. Тот, который душил, значит, Дерек Ховен, по-моему, я не помню точно, как его звали, и вокруг него были окружены полицейские. Он 20 лет прослужил в полиции. Рядом сидел, сидел, Лейн, по-моему, у него была фамилия, рядом сидел человек, который 4 дня всего был в полиции. Куэйн, 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 Куэйн это другой. Который 8 минут сидел на спине, у того же Флойда. Нет, сидел другой, сидел тот, о котором я сказал в самом начале. 20, нет, Лейн, Лейн сидел рядом и говорил, давайте его перевернем. Куэйн разговаривал с ним, и его... Сейчас я чувствую, мы вокруг этой видеозаписью за... Александр Куэйн, Дерек, Дерек, Дерек Шовен. Дерек Шовен, это понятно. Дмитрий Михайлович Каламец из того же институт международных отношений, доцент. И вот он давно уже с микрофоном, пока он в меня его не метнул, надо дать ему слово, он хочет прокомментировать ситуацию. По поводу 60-х годов, и сегодня смотрим, в 60-е годы элита частично не поддерживала, то есть часть элита не поддерживала протесты, она была единой, сейчас элита расколота. Но здесь уже говорили, это расколотость элита, да, это одноголобалисты и национально-американские. То есть, по сути дела, же Трамп совершает эмпериалистическую революцию. Внутри империализма это эмпериалистическая революция. Он хочет вернуть капитализм в США, именно национальный капитализм и так далее. За ним Соединенные Штаты Америки. Да, да, именно Америку, то есть это удивительное явление произошло, когда Соединенные Штаты Америки пытаются стать... Кто сказал, что микрофон? Работает? Не знаю. Мне сказали, работает. Хотя Соединенные Штаты Америки пытаются стать национальным государством, которое глобалисты у них забрали. Начинали забирать еще тогда, когда доллар стал частной валютой, не государственной. США не имеют, как известно, своей валютой. Еще в 30-е годы начали отнимать потихоньку государственность, и дошло до того, что глобалисты сейчас могут всех купить, кого-то убить и прочее. У них только один недостаток у глобалистов при всей их мощи, у них нет государства. Вот они пытались государство США использовать, но получилась эта территория. Они оказались не привязаны к государству, а просто грабят его, как и все другие. И Трамп, и вот это, поэтому, естественно, это противоречие между национальным американским капитализмом и глобалистами вылилось вот в такое противостояние, когда, естественно, внутри страны глобалисты ищут себе социальную опору. Они ее нашли искусственно создают через ЛГБТ, естественно, нашли в расизме, еще в каких-то группах, может быть, Чиканус, латиноамериканские и прочие, может быть, найдут себе, индейцы, правда, не побаиваются. Индейцы участвуют, Да, они побаиваются, глобалисты индейцы. Кто? Глобалисты побаиваются индейцев? Да, да, индейское население. И они поэтому им дали на территории всех США возможность в резервации открывать необлагаемые никакими налогами и почвами в городе зоны? Этих всего несколько сот... Со страха? Есть несколько сот тысяч. Я говорю об индейцах, которые приехали с Южной Америки. А в иммигрантах, латиноамериканцах, латиноцах, миллионы, десятки миллионов чеканцах. Вот их они побаиваются. Но здесь, возвращаясь к тому, значит, почему эти волнения, мне представляется, надо взглянуть шире на то, что такое современный капитализм и каким он... Он остался таким же. То есть, капитализм не решил ни одно противоречие в развитии страны социальной. Вот в Италии север и юг. Они сотни лет разделены. Север богатый, юг бедный. Корсика бедная, Франция богатая. Сардиния бедная, Северная Италия богатая. Сейчас у нас Евросоюз образовался. Болгария, Румыния беднеют, Греция беднеет, остальные богатеют. То есть, капитализм не в состоянии вылезти из своего порока. Пределом достиг. Порок – это ограбление. Это порок. Порок, да, капитализм. Не порок, а порок. Капитализм – это ограбление. Ему нужны дешевые ресурсы, бесплатные ресурсы. Он не может их взять ниоткуда. Ему нужна сверхэсплуатация. Поэтому капитализм не может создать общество социальной гармонии. Слушайте, мы сейчас говорим о капитализме, а если внутри капитализма все-таки вот эти вот акцентики провести, вот это вот финансовый капитализм или финансовый капитал, вот это вот капитализм, ориентированный на реальное производство. да, вот по поводу того, возможно ли преодоление расизма? По сути дела, нет. Расизм бытовой и прочее, социальный расизм, как вот деление Варнова и Винди, оно остается, негласно, все равно остается. В Бразилии государственного расизма нет, много негров в футболе и прочее, но тем не менее фавелы в большинстве своем. Да, значит, фавелы в основном черное население, хотя, конечно, там и белых много очень, в основном, да, вот, но если взять просто Советский Союз, вот для примера, вот об этом фактически сейчас и не говорят, но смешение народов, то есть межнациональные браки внутри России начались после Октябрьской Цитатистической Революции. Межнациональные браки между русскими, татарами, чувашими, евреями и так далее, до революции смешивалось только дворянство. Вы хотите сказать, что плавильным котлом на самом деле являлся Советский Союз, а не Соединенные Штаты? Естественно, плавильным котлом был Советский Союз, и недаром Гитлер говорил, что идеей Сталина является расовое смешение и уничтожение чистой крови европейской. Но это было естественное движение социализма, плавильное движение социализма, поэтому, когда США говорили, как о плавильном плавильном котле, не имели на это никаких оснований. Вот сейчас это событие показывает. Это было выражение солидарности при социализме. Да, даже не солидарности, а политики, потому что, когда ты получаешь образование вместе с другими, когда ты работаешь вместе с другими... когда я женился на жене татарки, я меньше всего думал о проявлении солидарности. Естественно. Я имею в виду под солидарностью общественная междуразличная это мировоззрение, идеология. да, конечно. Это максимализм был, поэтому... И вот, немножко вы хотели сейчас спросить, я прервал вас, вопрос по поводу финансов и прочего вы хотели? Ну да, просто вы, вот сейчас перешли к критике капитализма в целом, хорошо. Но до этого вы, и не только вы, говорили о том, что вот последние там 30, ну а если копнуть дальше и побольше времени, доминирует финансовый капитал, да, который на самом деле ничего не производит, он производит деньги из денег, деривативы на деривативы, и это одна из причин глобального кризиса, в общем, который нас еще ждет, с моей точки зрения. Но, когда вы критикуете капитализм в целом, не делая вот этих различий, у меня и возник вопрос, а вы за, как говорится, за большевиков или за коммунистов? Вот как вы считаете? Что подлежит искоренению? Финансовый капитал, промышленный капитал или капитализм в целом? Капитализм сейчас раскололся как раз. Вот это возвращение, возвращение Трампа, ну, трампизма, группы Трампа, кто с ним, возвращение Трампа к национальному капитализму, по сути дела, означает разрушение глобализации. То есть, по глобализации было наносено много ударов сейчас. Это поражение в Сирии, неудача на Украине, неудача в Ливии, неудача в Афганистане в конечном итоге. Усиление России. Да, усиление России. Пришел Трамп, Китай, Китай, Китай как раз за глобализацию был, оказался. Пришел Трамп, и теперь еще коронавирус, который раздробил вот эту национальную экономику. Но почему бы, почему из Болгарии перестали, значит, лекарства в Россию экспортировать из-за коронавируса, как будто там что-то такое в этих кластерах внутри заложено, или сухогрузу перестали возить товары. То есть, под коронавирус осуществляется какой-то тоже вполне возможный передел. передел определенный все пользуются и вот здесь финансовые финансовые группы, ведь как выкачивали из США, они все находятся как бы в США. General Motors, Wistinghouse и прочее, прочее. Промышленные группы, финансовые группы, но финансовый капитал-то течет по биржам Токио, Гонконг, Шанхай, Нью-Йорк и так далее. И потом растекается по миру, куда ему надо. А в США они не попадают, в США же ничего не строится. Военно-промышленный комплекс берет богатей только за счет налогов с граждан и продажи оружия. А налоги с граждан берутся тогда, когда есть деньги, а у них денег нет. Военно-промышленный комплекс чувствует себя обделенным, потому что военно-промышленный комплекс это национальный американский капитализм. И вот здесь многие говорят, критикуют Трампа за то, что он возвращается к двусторонним переговорам. Это чуть ли не каменный век. Вот с Вьетнам двусторонние переговоры велись, с Южной Кореей и вот разрушение глобализации. Так Трамп мог поступить с мировой экономикой. Позавчера Трамп отменил торговое соглашение с Китаем. Не-не-не-не-не, уже опровергнут. А ведь по сути дела все двусторонние отношения начинались все международные отношения начинались двусторонних отношений. мы немножко далеко ушли от изначально заявленной темы. Давайте вернемся. Все понятно, что идет, на самом деле вы затронули правильный аспект, мы сейчас к нему перейдем, потому что есть распространенная точка зрения, что за всеми этими событиями, протестами, погромами в США мая и июня текущего года на самом-то деле стоит ожесточенная межпартийная борьба, ожесточенная борьба двух сил финансового капитала и так называемого национально ориентированного капитала, то есть промышленного капитала. И Трамп, конечно, кость в горле. Понятно, он снижает налоги, он настаивает на возвращение производства из Китая и стран Юго-Восточной Азии назад на территорию Соединенных Штатов, он пытается реанимировать города и предприятия так называемого ржавого пояса, тем самым консолидируя, кстати сказать, свой электорат и к вопросу о черных, по некоторым данным до 40% черных на самом деле поддерживают Трампа вопреки всему. Ну вот, и это все понятно, но мы сейчас к этому перейдем, просто я хочу дать коллеге Бигбову сейчас возможность прокомментировать ситуацию и потом, ребят, давай будем иметь в виду, что, наверное, настало время немножко про антифа, то есть про то, какими средствами оперируют люди, устроившие вот это все на территории штатов. Один любопытный аспект, если вы сейчас следите за событиями, то увидите, как падают с пьедесталов памятники, причем досталось в Лондоне даже Махатме Ганде досталось, вот, но, как правило, памятники падают людям, той или иной, падают памятники людей, которые в той или иной степени как-то там прикручен расизм к ним. сейчас в Сиэтле стоит, образовалась такая свободная зона анархическая и, знаете, какой памятник стоит целехонький, нетронутый и вокруг него собирается и черный, и антифа. Какой? Ленин. Владимир Ильич Ленин, ни один памятник Владимиру Ильичу Ленину с пьедестала не слетел. Извини, пожалуйста, ты не посчитал сколько их там. А я сейчас подведу, а я сейчас подведу, а я сейчас подведу. Вот, смотрите, не кажется ли вам, что это не противостояние финансового капитала, промышленного капитала, а то, что левая идея, тут левая идея, она не может получить свое законное представительство в жесткой двухпартийной системе США, и вот началось все «Сокупай Уолл-стрит», и вот идет, 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 антифа стоит в первых рядах сейчас протестов, а это глубоко левое движение, присущим им интернационализмом, мультикультуральностью, вот, ну, мы были воспитаны так, даже в СССР. Ты хочешь сказать, что антифа это порождение культуры СССР? Не культуры СССР, а левая идея. да. Антифа существует и здесь, у нас, в России, вот об этом можно поподробнее что-то. Антифа, к сожалению, сейчас в России практически заглохло после разгрома, ну, начиная с 2006 года, всех вот этих РНЕ, всех фашистских организаций, помните, даже в центре Москвы стреляли, это, Бабурова, ну, известный, да, 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 когда адвоката застрелили, вот, его помощницу, его помощницы, то есть, существовали фашистские группировки, они разгромлены, и, соответственно, сейчас в России, минутку, Альберт, существовали фашистские группировки, но Антифа, насколько я понимаю, это про антифашизм, да, ну, вот, соответственно, нету, 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 субъекта, нету объекта, а, вот как, то есть, Антифа в России не с кем воевать, да, естественно, естественно, то есть, мы не видим, мы не видим каких-то выступлений антифа сейчас в россии в последнее время даже кто такие российские антифа можно сказать альберт вот кто этот это что это студенчество это студенчество которое исповедует марксистско-ленинские идеалы это студенчество которое является внучатыми племянниками троцкизма это все-таки разные течения до вызовы в истории кто они так это не мгл в кфу извините это никоим образом не оформленное политические движения но в штатах то она это микс это микс из можно сказать есть любой в любой стране есть пассионария и пассионарии они подтягиваются безусловно под эти левые идеи почему подливы они мне все равно если они пассионарии кому морду набить левому или правому потому что почему-то они в той же россии правые идеи правые идеи не надо пропагандировать на них не надо вписываться вы телевизор включить и про россии с тюбайсами с этими с грехами да по сути по сути вот эта пассионарность это противопоставление захватившему захватившему мир доплатившему страну либеральному порядку вот очень интересно сейчас одну минуточку ты хочешь сказать альберт извини я все время пытаюсь уточить потому что ну слушают это же не дни не статья да вы на слух какие-то моменты акценты пропадают что вот названные тобой сейчас господа греф чубас кто они это те самые люди которые представляют глобальный финансовый капитал в нашей стране и они эти все самые люди которые являются противниками но а огрубляя немножко до национального государства что если бы они были у власти то мы с огромной скоростью катились бы куда вот в эти вот тянет а глобализма да я правильно понимаю безусловно так и шло в 90 уточнение дали бы хотелось вот чуть-чуть нашу дискуссию развернуть поближе к предвыборной кампании сша потому что мы я думал поближе к на красный пока давайте до россии еще рано я время есть дали по сша более актуально потому что мы совсем не затронули тему предвыборной борьбы так мы как раз кто это организовала инструменты весь инструментарий антифа плюс еще есть бугало бойс у них бугало бойс более мощное движение чем антифа они вооружены неплохо это молодежь студенческая кем буду головой бугало бойс бугало бойс бугало бойс бугало бойс бугало парня да то есть это тоже левое движение она сейчас набирает силу кто оплачивает все это удовольствие оплачивать демократы естественно это байден ему 78 лет он как его с трамп называть сонный байден сонный джо потому что им терять нечего у них сейчас они пойдут в абак в абак у них это антифа вот эти все светлые все эти проплачены ну это мини модель украины и печенешки и все остальное играют скандалы трамп может победить может 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 победить в силу чего в силу того что таким образом они сами того не желая эти ребята организовавшие все эти погромы консолидируют белых белые будут от расширства а относительные уже большинство вопрос о том а какое количество людей владеет оружием белые так консолидированы достаточной степени в сельских местностях в пригородах они стоят защищают собственность то что происходит это чисто городское явление как как в контексте политэкономии до марксистской я хочу сказать что значит суть в том что они борются за главенстве самое главное в дискурсе кто более-менее оформит повестку дня нынешние социальные тот и победит соответственно говоря за трамп будут говорить голосовать те же самые кто голосовал и до этого напоминаю что по 6 процентов черного населения голосовал за трампа я думаю что он их угрыре есть и если не увеличит демократами по-другому обстоит ситуации им нужно эти протеста растянуть как нужно больше я напомню да вот этих убийств которые освещала сми они периодически затихал вот вся ситуация связан с флойдом к 10 июня она уже начала затихать потом бац никогда не было и вновь опять 13 13 июня убивает брукс и соответственно демократы хотят именно вот эту платформу национального государства это все было всегда плохо классический капитализм плохо по поведению организма плана ты или будут сюрпризы очевидно я не зависит отыграет я хочу сказать во первых во первых я хочу сказать что демократы естественно будут апеллировать к этой повестке дня но дальше по поводу левых идей напомню что в течение 20 века что сделала американская политическая система она равномерно не тренд нейтрализовала и ультраконсервативные идеи и ультралевые идеи и с точки зрения значит политической повестки сша является единственным примером эволюции либерализма в неолиберализм консерватизм не у консерватизм и таким образом оформление более прогрессивной системы сейчас эта система институционально находится в кризисе это факт это имеет место быть поскольку тут и вплесена тоже глобализация в которых который кстати национальные государства никак не мешают глобализации они на глобализация наоборот оттачивать национальных государств поскольку они оформляют свою идентичность понимать что в этой открытой среде им нужно конкурировать но есть возражение да пожалуйста митя михалыч вы так скромно вообще очень политкорректно да я аккуратен вот ваши вопросы вопросы очень серьезно задали по поводу левого движения почему ленин да как вы сказали почему ленин остался вот фигура маркса у нас есть мауисты у нас есть марксисты троцкисты у нас стране были бухаринцы и прочее прочее бернштейн был каутский и у них у всех во главе стоял маркс но до такой степени было в глубине раскол этого марксизма что одни в конечном итоге воевали с другими теперь у нас ли не фигура ленина приобрела такой же статус как и фигура маркса и внутри левого движения вполне возможно война такая же идеологическая или там иная внутри самого левого движения между различными группировками партиями силами и прочее у нас сейчас нет социалистического движения оформленного методология и философия социализма рухнула которая была ее поддерживать немножко сейчас есть конференции марксистки которые не уходят дальше чтение маркса ни шагу не делают вот я на конференциях был нескольких по марксизму марксистских они читают маркса и даже бояться отойти от него а китай на каких-то институт марксизма китай вот китай марксизм да начетнический марксизм вполне империалистического толка которого они отказываются вполне естественным образом в силу своего развития марксизм империалистического толка это да ну по сути дела так получается но это уже отдельный такой разговор получается у них у них вся атрибутика внешняя форма осталась председатель кпк остался и прочее и вот сша возвращаясь сша даже мы же от нее не должны отходить вот я вот сейчас готов даже попросить вас не отходить в сторону сша потому что мы плавненько перешли на нашу страну и настал наш страна все-таки больше должна беспокоить и когда вы же говорили о наследие ленина жизни или кончине марксистских идей и о том что не оформлены соционально социализма социалистические идеи по-прежнему для очень значительного числа людей близки они востребованы где-то вот на подкорку может быть даже уровне то впору сейчас уже нам заканчивается наше обсуждение как раз на теме того как это может аукнуться как это я вначале программы об этом сказал как это может спроецироваться на нашу то почву вот то что сейчас там происходит хорошо 50 плюс 1 а то не белые 45 процентов это черное население все усилия все усилия которые были во всяком случае формально в юридическом плане с точки зрения законодательства очередных поправок в конституцию про программ в области здравоохранения социального обеспечения и так далее все 20-летние усилия пошли на смарку майскими событиями то есть выясняется что на самом деле не белое население по-прежнему дискриминировано не белое население по-прежнему имеет меньший доступ к благам не белое население по-прежнему в имущественном плане расслоение 10-15 и более раз я все это перечисляю и здесь и вдруг я перестаю соображать я про сша сейчас говорю или про россию уберите понятие там уберите вот это вот возьмите в скобки белое не белое просто имущественное расслоение растет социальное напряжение растет внятной политики институциональной социалистических ли идей не социалистических ли мы не видим и у меня простой вопрос я сейчас все-таки хочу предоставить слово присоединившим русском роману владимир пеньковцеву да тоже до до центру кафедры международных отношений он немножечко попозже включился потому что вот условия коронакризис рабочие моменты сейчас сами понимаете завершение года поэтому есть небольшое отставание хорошо я коллеги внимательно слушал всех вот выступающих но у меня есть немножко отличная вот от всех выскаживших точка зрения по этому вопросу понимаете вот сейчас в различных местах возникает определенная эйфория такая которая ну говорит о том что вот как замечательно что в америке такие вот сложные процессы появились это сказать мы радуемся что у них корова без глаза ну я не скажу что мы радуемся этому вот но некая эйфория от этого имеет место быть очень часто и эта эйфория на перехлёстывает перехлёстывает очень часто и так сказать может даже не оправдана да поэтому я думаю что вот эту эйфорию нужно ее в любом случае каким-то образом нивелировать в каком смысле дело в том что на самом деле вот то что происходит в америке это очень опасная ситуация очень опасная дело в том что при всех недостатков соединенных штатов мы их знаем множество этих недостатков и не будем скрывать что весь двадцатый век и до настоящего времени до соединенные штаты для нашей страны оппонент очень часто так сказать возникают различные трения но не нужно забывать что это тем не менее абсолютно легитимное государство легитимное государство имеющие ну некие классические основы государственного устройства да и были периоды когда с этим государством общались очень неплохо даже отлично если вспомнить вторую мировую войну франклина дала но рузвельта вспомнить да и не поспорили наверно сразу меня олег вячеславович добавит да значит никсон разрядка 72 год замечательные отношения были поэтому еще раз говорю это легитимное государство и если это легитимное государство попадет состоянию хаоса анархии и претерпеет будет претерпевать вот ту точку разлада окончательного бесповоротного то это ударит по всему мировому сообщению и радоваться вот и как бы на говорит о том что ах вот вы ребята такие вот вы за это получите это нелогично неразумно и более то это бесперспективно а вот сейчас вы перевели тему на мой взгляд на самый острый момент который может возникнуть мы должны помнить вот дэвид михалыч говорил о том что россия была плавильным котлом и была такая высказанная точка зрения ну я конечно тут могу поспорить вот все-таки плавильный котел национальные плавильный котел расовый это разные вещи немножко и в америке сплавлялись раз это более ну масштабная более сложных так сказать кооперация вот в россии сплавлялись нации это тоже очень сложный процесс но какие бы эти процессы не были на самом деле эти процессы приблизительного от приблизительно одного ряда это много национальный много расовый уклад мы должны помнить всегда помнить что сейчас для россии главная задача с точки зрения обеспечения национальной безопасности это сохранение монолита государства монолита и целостности нации народа то что собственно государство сейчас ставит во главе угла ищется национальная идея есть угрозы угрозы есть нашу назвать можно они называются в широком смысле пятая колонна пятая колонна которая деструктивно может вывести это равновесие который начал существует в америке это пятая колонна вышла из-под контроля вышла из-под контроля и идет она в неизвестном направлении вот тот хаос который она породит в америке может привести к хаосу из других стран это не есть хорошо пример тому мы видим по той же самой арабской весне если вспомнить это тот же самый аналог где целые пространство колоссальные пространства вышли из-под контроля стабильных легитимных государств правительств и пришли в состоянии неуправляемого хаоса сейчас на данный период никто не значит не только арабская весна можно государства которые обошлись без весны но тем не менее превратились черте во что ливия ирак совершенно правильно совершенно правильно совершенно правильный поэтому вот этот хаос международных отношений он не нужен никому идея вот на мой взгляд самая здравая самая главная идея на данный период времени она должна состоять в том чтобы в америке произошла какая-то революция ну я бы сказал так в политическом истеблишменте то есть должны прийти здравые рационально мыслящие силы которые должны во первых с одной стороны урегулировать внутреннюю обстановку все равно придется решать расовый вопрос раз и вопрос придется решать любом случае как бы его не пас не поставить расовый вопрос знаете звучит так интересно спасибо большое спасибо я хотел бы поставить вопрос а кто будет раздавать печенюшки в вашингтоне когда 4 июля может полыхнуть и полыхнет в октябре перед выборами 3 4 ноября демократы нет силы нет силы над сша который бы этот хаос могла остановить я вот согласен с коллегой действительно это очень опасно все революции делаются при поддержке иностранных государств а здесь такая ситуация что нет такого государства 5 колонны и всем уважение к россии и путину вот я и о чем и говорю при всем уважении выдерживать паузу естественно большим удовольствием будет ждать мир в опасном вопрос поднял ответил на него сам же да что вот это 5 колонна способна разрушить государство вспомнить русскую русско японскую войну когда либералы писали японскому императору с радостью что россия терпит поражение и вот сейчас допустим такая же обстановка может ложиться сша когда трамп начинает допустим какие-то боевые действия ну предположим из-за тайваня с китаем а демократы делают все для поражения северных штатов америки только для того чтобы угробить самому трампа трамп уже столько идиот будет неделю назад министр обороны сша отказал трампу на сам да да вроде войска него как бы обрезали в этом отношении вот в этом и вполне возможно что трампу могут просто грохнуть до ноября вполне возможно еще он вам на язык и живет опасность мы правильно говорили когда в нашем в нашей элите отсутствует единство по поводу самого развития страны а нас или это слабо по отношению к лице не на штатах америки там также до отсутствие отсутствие единства и 5 колонна внутри признаком живого организма вообще вот мы как-то немножко вот здесь такой тонкий момент где 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 начинается другое качество процесс когда мы говорим что у нас нет единства в элите мы говорим нет единства в элите в сша и априори исходим из того что отсутствие такого единства это плохо почему могу ответить чудо да пожалуйста дмитрий михалыч полностью согласен вот тем что он говорит но и там живого организма здесь живого организма чем больше разных мнений тем живи организм но в живом организме есть иммунитет есть клетки которые следят и наблюдают за тем что происходит и убивают тебя когда появляется опухоль опухоль то который мы говорим пятая колонна и поддерживающие олигархат финансовый который сегодня управляет миром реально и разные клубы и так далее то иммунитет в этом случае напрочь утрачивается поскольку марк говорил нет такого преступления за которые не порезать богатых они помним даже иммунитет и нет и клетки начинают перерождаться и тут уже очень сложно регулировать у нас процесс точно такие же идут и в америке и поэтому я согласен с роман владимировичем радоваться нам нечему нам просто надо смотреть там расовый конфликт у нас уже межнациональный конфликт это надо смотреть у нас как кавказ был кавказ у нас купирован но это ничего не решает пороховая бочка пороховая бочка станет экономической ситуации так далее там все то же самое я хотел напомнить вспомните что байдер сказал трампу неделю назад если вы не признаете поражение будет военный перевода да то есть уже идут угроза за заводцы военные при этом военные отказывают трампа поддержки вот это очень опасно отставные там военные это вообще-то я думаю пока не просто баланс такой дюро а в ряде момент тоже сейчас извините пожалуйста небольшая очередь онлайн потому что давно уже расстояние если можно коротко потому что бы быть из-за начала относительно стабильности политических систем я пытаюсь понять а вот это пятая колонна в америке это кто демократ получишь то есть легитимная избранная часть американской элиты но там вам называем демократа одновременно с этим как ставлю одновременно с этим мы говорим что политическая система сша легитимная стабильная да вот это ставит под сомнение уже события происходящие на самом деле они держались на двух слонах но на самом деле на слоне и на следа два партийная система которая балансировала ситуацию приходили демсы быстренько раздавали печенюшки как здесь уже звучало третий сил не экономика потихонечку сползала приходили республиканцы подкручивали гайки подтягивали налоги все стабилизируют и вот это вот шалтай-болтай либо борьба на наиских мальчиков продолжал в таком случае нужно реформировать сделать то что сделал рузвель свое время выстрел центристку очень прочную позицию объединил вокруг себя значит разные разные политические элиты и формировал капитализм третья американской революции в том что нет ни одной концепции которая бы сегодня выводила соединенные штаты из кризиса не с точки внешнеполитической с точки зрения внутриполитической последние три президента соединенных штатов каждый последующий более слабый с точки зрения концептуальных установок чем предыдущий понимаете абсолютно вот и все нужен нужна концепция которая позволит сохранить внутреннее единство государства и одновременно более рационально более динамично развивать внешнюю политику какой смысл конфронтацию что возвращает нас как как раз первые первые то есть который подчеркнул того что глобальный проект американский утром в критике институциональный кризис политической системы присутствует да идея есть но одновременно присутствует глобальный кризис капитализм какие длит михаус назовите мне хотя бы одну концепцию трампа которая действовала настолько очевидно чтобы это было понятно что это долгосрочная действующая концепция и он что он несет в твиттере обратите внимание трамп что он несет он никакой концепции у него нет это правильно совершенно он он сейчас керосинчик костер и своими твиттерами бросая у нас на ток-шоу по первому второму каналу все удивлялись и обзывали трампа дураком за то что он выполняет предвыборное обещание сигану как так современном мире политик выполнять предвыборное обещание он сумасшедший того он он может быть и дурак как многие считают но совершенно непростительный грех он совершает для политика он говорит то что думает он отражает трамп отразил просто в кризис современного капитализма глубочайший без этого не понять что происходит сша и вот этот кризис капитализма куда он приведет поэтому нет концепции потому что капитализм сам не имеет по себе концепции по сути дела марксизм должен ответить на этот вопрос да нет и сам третья нога сандерс и сандерс унесутся и слону должен лев лев штаты вышли из ситуации кризиса после гражданской войны без третьей партии без внесения каких-то существенных так сказать изменений они нашли эти подходы урегулировали это знаете это сейчас это из нашего далека так выглядит когда конфедераты были побеждены ведь на несколько лет лет на 15 наверное фактически южные штаты были оккупированы просто задушились и вы сказали в этот тебе давай как они себя повели кризис капитализма маленькую ремарочку дай марочка дам в мире происходит переход к умной экономике американцы лидеры они лидеры по инновациям никакого кризиса сша нет никакой экономии фин денег у них более чем достаточно и они постепенно переходят больными к цифровой умной экономики китайцев они гномят потому что те начали через хайвей прочие мощные корпорации китайские чуть-чуть начали обгонять американцев но ближайшие десять лет умная экономика к ним придет мы здесь отстаем страшно россии поэтому очень много меня беспокойство как экономиста по поводу россии но американцу все будет нормально ничего там у них не взорвется и никакого хаоса у них не будет силы у них достаточно и 15 видов развед сообществ пентагон задавят если что-то будет не хотела не хотелось бы грустных параллелей но римская империя переживала гигантский долговременный рассвет и уж сколько у них было развед сообществ и куда вели все дороги поэтому зарекаться я бы не стал но преувеличивать конечно тоже бы не хотелось в том что касается отсутствие концепции развития соединенных штатов у ныне существующей администрации персонального трампа ну да наверное это не вызывает никаких сомнений трамп в каком-то смысле я не хочу здесь никаких негативных коннотаций он реакционер он реагирует вот ситуация такова да а как можно исправить у него есть опыт бизнеса ну давайте вернем производство сюда а тут вот реднеки они вот чувствуют себя разобщенными расстроенными ну давайте make america great again ура ура все что-то зашевелилось но ему противостоит сонный джо как уже здесь было сказано как он его называет соперника 78-летний байден который путает свою жену со своей сестрой сообщает на публике что он баллотируется и успешно будет избран сенатором он даже не понимает куда он баллотируется на это забывает и и я я да и я вот так вот на это смотрю на эту великую страну на соединенные штаты америки на светоч демократии на их гигантские десятилетиями столетиями отстраиваемые институты их конституцию и я думаю я думаю и эта страна сейчас выдвигает вот таких лидеров вот это поразительно конечно вот 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 такие ленты кроме мы говорим мы мы я имею ввиду тех кто против вот этих поправок которые уже начали голосовать в конституции мы говорю о путин там будет праве до 3 путину в 36 в тридцать шестом году если мне бы этого не хотелось честно говоря но есть предел всему будет против будет 84 если мне память не изменять так байду ну вот сейчас будет если он изберется на концу срока уже ему бы так путин то у нас еще красавец он еще горцует может если вот так то мерить но я задаюсь другим вопросом который вот здесь прозвучал от вас уважаемые эксперты уважаемые коллеги и я слышу да вот эхом в моей голове ваши слова отражаются у них нет концепции у этого нет у того можно я вас спрошу я понимаю что вы все американисты но вы все-таки здесь в россии живете да с открытыми глазами а у нас какая концепция капитализм ужасное общество не выдает но это что может здесь противопоставить а у нас вот у нас идеологии у всех есть а научности никакой нет в этих концепциях идеологии у нас есть вы думаете ну идеология какая-то сейчас вот квази идеология патриотизм для чего-то конкретно есть так бывает и диалоги для постройки табурета ну да вот такая примерно вы знаете коллеги тут мне кажется надо вопрос с двух сторон рассматривать если мы берем концепции как концепции ну скажем так тактического развития это одно если мы берем концепции как концепции стратегического развития другое если брать тактику то главная проблема соединенных штатов состоит в том на тактическом уровне что за последние ну приблизительно давайте так чтобы грубо не показалось 25 20 25 лет ни одна основной документ сша стратегии национальной безопасности вот за последние 20 25 лет стратегии национальной безопасности практически не изменилось знаете последние вот если сравнивать отличающийся по параметрам стратегия была стратегия рейгана от рейгана до клинтона изменения практически не были клинтон внес небольшие инновации и в тактическом смысле от клинтона по сию пору вообще ничего не поменялось душ обама трамп тиражирует практически одну тактическую линию если изучать строительство они следуют того что придет ранее в этом про этом смысле что правильный вносит лишь небольшие изменения это тактика стратегия если брать широком смысле это некая глобальная идея ради которой существует само государство и который является той самой объединяющей идеи это вот красивое такое выражение но мне так нравится образ будущего совершенно правильно у американцев не остается никакого варианта на этом этапе как искать идею вот в том что они называют мультикультурализм они из нее не выберутся никак если они конечно куда они делаются они должны это все превратить в некий такой красивый шарик который который всех устроит конфету как вы говорите которая всех привлечет успокоит черных удовлетворит латиноамериканцев удовлетворит белых у них нет другого другой точки зрения если говорить о россии мы с вашей точки зрения то чуть сложно это очень сложно другой варианты нет иначе не распадутся как вы говорите как империя по расовому про свои характеристики это одна однозначная когда штатах был я тоже удивился три квартала в нью-джерси белый латиноамериканский и черный они живут в параллельных жизнях они не пересекаются друг друге в параллельном пространстве самое забавное полосе инфраструктуру существуешь на правильное начинает прачечных заканчивая да но они не ходят а в точке зрения россии здесь с моей точки зрения идет сейчас очень сложный процесс действительно идея как таковой на данный период еще не возникла ее нет но она находится я бы сказал стадии какого-то активного формирования активного формирования она нужна противном случае еще раз говорю могут быть серьезные потрясения нужна идея которая объединит окончательно общество какая-то идея должна быть ну вот тут уже наверное простор да нам простол простор ради спасибо большое спасибо всем уважаемые эксперты за то что потратили свое время будем надеяться что она потрачена не зря все-таки довольно большое количество людей нас смотрят это количество исчисляется сотнями тысяч должен я вам доложить они мне не пятью десяти например и смотрят такие программы обычно люди думающие давайте будем думать потому что это не только или не столько жизнь сша не столько то что происходит там сколько то что может произойти у нас ну и то чего не хотелось бы чтобы у нас повторилось чтобы этого не случилось еще раз повторю давайте будем думать давайте будем социально активны может быть и политически активны корректно конечно не роняя памятники подряд всем в том числе и тем кто вас защищал и отстаивал ваши позиции ваши взгляды но при всем при этом не пассивными не устраняющимися и не боящимися спасибо большое уважаемые эксперты спасибо большое всем кто нас смотрел и слушал я напомню что это был дискуссионный клуб телевидения казанского федерального университета я юрий алаев ведущий заседание этого клуба до новых встреч и и